Все нормально, все чисто? Да и все. Ну все, вот они обход сделали, проверили. Все чисто, следов нет. Они по периметру, по секторам ходят. И видать, если улица чистая, следов нет, туда они заходят нормально. Если след есть, пошли, проверили. Кто куда, или дачники, или кто-то вазил по даче, сразу видно. Охрана дачного кооператива «Металлург» переведена на усиленный контроль. С конца прошлого года участились случаи грабежей. По словам руководителя охранной службы, сначала злоумышленники проникали в дома и выносили по мелочи, а уже с января начали работать по-крупному. Камышово, Второй переулок, Лесковск, Гвоздичное. Это вот по которому пролазили уже. А по Кольцевой попытались, в дачи не заходили, по металлу. У них не получилось. Сорвалось. Металл оставили, ничего везти не выездили. А вот сейчас, как раз туда приедем, вот там разъяснили дачи. Там успели забрать. Вот этот подземный переход есть. Здесь оттуда, в основном, с Лесхозова тоже оттуда постоянно заезжают. Машины здесь оставляют. И вот отсюда по дачам идут. Последний вот тоже случай был, когда у нас металл вытащили. Тут вот они, Лесхозово, улица идет. Второй переулок, Камышово там и Земляничное идут. И вот эта машина оставляют, и отсюда вот они с трассы уходят вот туда. И металл таскают. Тут даже прямо вот когда мы последний случай засекли, тоже вот здесь лет был. Машины ставят, а оттуда грузятся вот они. Для того, чтобы задержать грабителей, охранники ПК «Металлург» обратились за помощью к коллегам. Однако, несмотря на это, злоумышленникам все же удалось скрыться с места преступления. Номера запомнили, лица запомнили. Через пять минут полицейские уже подъехали в старый городской отдел. Мы полностью номера сразу сбросили. Эти сбросили. И буквально они в течение двух дней, это были выходные, как раз в понедельник, уже машину нашли. Задержали. Их задержали. Наша охрана поехала на опознание тоже. Сразу этих троих опознала. Те сдали остальных всех по цепочке. Получилось двое с Ростовки, двое с Тимиртаву, двое с Гагарина. И еще плюс с ними был постоянно один ребенок, который они в окнах маленьких, которые в окнах есть. Прям маленького ребенка не сували в окна, он заходил. Если внутри может открыть, открывал. Если нет, только выкидывал оттуда. Лет 10, наверное, ребенка всего было. И в тот раз, когда мы задержали, он тоже с ними был. От действий преступников пострадало около 50 дачников, говорят охранники ПК «Металлург». Только за февраль с заявлением в полицию уже обратилось более 10 человек. Поступило около 12 заявлений, возбуждено ряд уголовных дел по фактам кражи чужого имущества. В настоящее время проводится расследование. Ущерб разный от 20 тысяч тенге, более 200 тысяч тенге. В числе задержанных двое несовершеннолетних детей. В отношении их родителей также будут приняты меры, отмечают полицейские. По словам охраны ПК «Металлург», после поимки этих преступников на дачах больше не было зафиксировано ни одного нового случая грабежа. Сергей Баданин, Жанна Карташова. Новости Тимиртау.